Ребята, всем привет! Примерно под каждым разговорным видео вы меня спрашиваете, как научиться говорить грамотно, как выстраивать свою речь, используя большое количество метафор и причастных, и причастных оборотов. И каждый раз, во-первых, мне это очень льстит, мне безумно приятно читать все эти комментарии, во-вторых, каждый раз я думаю о том, как это происходит. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми советами и тем, что помогает мне. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, рекламная пауза. Мой самый любимый в мире аксессуар это часы. Вы не найдете ни одну практически фотографию у меня без часов, я в каждом видео с часами. И я считаю, что это необходимый элемент гардероба каждого человека, это идеально вписывается в мое представление об эстетике, и это на самом деле еще и функционально. Если вы не первый день в интернете, вы прекрасно знаете о компании Daniel Wellington и о том, какую замечательную продукцию они производят, и я их лично просто безумно обожаю. У меня у самой есть часы и несколько браслетов, и мне очень нравится, как они минималистично выглядят на руках. И у меня для вас есть промокод PLANETRINA, который дает 15% скидку при онлайн заказе чего только угодно, всего, что вы захотите на сайте. И плюс он действует в офлайн магазинах. Сейчас у Daniel Wellington появились две новинки. Это, во-первых, кольца, во-вторых, новый белый ремешок. И самое крутое, что вся их продукция выполнена примерно в одном стиле. Вы можете скупить все, что вы там хотите, и сочетать это каждый день, как вам нравится. Я знаю, что многие из вас сейчас завершают процесс поступления, так что промокод PLANETRINA на сайте danielwellington.com Это прекрасный способ порадовать себя и поблагодарить себя за все старания, которые были вложены в любое дело. Рекламная пауза закончилась, обратно к видео. Каждый раз, когда меня спрашивают, как же я так научилась грамотно разговаривать, мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что на самом деле я особо не училась. Моя любимая фраза по отношению к самой себе — у меня нет талантов, кроме одного — говорить. Говорить я люблю, говорить я могу много, долго, бесконечно, на абсолютно любые темы. Мне это нравится, я люблю выступать перед публикой, я люблю ораторское искусство. Все это просто вещи, которые доставляют мне безумное удовольствие. И я умею делать это от природы. Это действительно так, мне просто формулировать свои мысли, мне просто выступать и, не знаю, как-то так сложилось. У меня в семье есть два филолога. Мама — филолог русского языка, дедушка — филолог украинского языка. Возможно, филологические корни и далее о себе знать, и я даже больше, чем на 90% уверена в этом. Но, тем не менее, большую часть моего успеха в разговорной практике, так сказать, занимают именно гены и природная предрасположенность. Я никогда не любила читать книги. Для меня это нудно, скучно, я не понимаю, зачем мне читать чужие истории, я не нахожу в этом интерес. И если я читаю, то я сейчас читаю либо на иностранном языке, чтобы подтягивать уровень языка, либо я читаю нонфикшн, потому что мне интересны реальные истории, мне интересно получать информацию, а не просто читать и развлекать себя. Я никогда не видела чтение как метод развлечения себя. И мне, в принципе, сложно воспринимать текстовую информацию. Когда я смотрю на лист, я очень часто его пробегаю глазами. Мне непривычно концентрироваться на нем, поэтому я редко вчитываюсь. Так что нельзя сказать, что мне как-то помогло чтение. Сразу вам скажу, с детства я не читала. Мама меня всю жизнь заставляла прочитать хотя бы что-то из школьной программы, просто для того, чтобы я пришла в школу и могла написать эсцены эту тему. Но даже несмотря на то, что от природы у меня есть предрасположенность к неумению молчать, я все равно использую какие-то техники для того, чтобы грамотно выстраивать речь, потому что, признаюсь честно, не всегда это получается, иногда вылазит что-то абсолютно непонятное. Вот, например, сейчас про вылазит что-то непонятное, один из тех примеров, вылезло что-то непонятное. Грамотная речь это не что-то, что появляется просто так. Она идет от знания языка, на котором вы говорите. Когда вы знаете грамматику этого языка, вы сразу овладеете прекрасной и устной речью, потому что вы можете контролировать то, что вы говорите, вы знаете правила, вы знаете, как это должно правильно звучать. И корень грамотной речи это знание всех правил языка В русском языке это достаточно сложно, у нас необъятное количество правил Но все равно намного легче выучить согласование частей предложений или согласование слов друг с другом Чем вникать еще и в пунктуацию при этом Потому что когда мы на бумаге излагаем свои мысли, все намного сложнее Тут нужно следить за всеми знаками припинания, за тем, как пишется слово В речи все немного проще Нужно следить за ударением, нужно следить за тем, как вы согласовываете слова Две языковые единицы, на которые я вас попрошу обратить внимание Это причастие и дея причастия И два правила, которые нужно всегда помнить Причастие в предложении должно присоединяться исключительно к слову, которое оно определяет А дей причастия не должно существовать отдельно, без подлежащего Это две структуры, которые нужно всегда держать в голове И нужно всегда думать, когда ты пытаешься их использовать Потому что мы не можем сказать, например, делая зарядку, пошел дождь Даже когда в голове мы думаем, что я в этот момент делал зарядку и пошел дождь Мы должны сказать, когда я делал зарядку, пошел дождь И трансформировать депричастный оборот в подчиненное предложение Только так это будет звучать грамотно Что происходит с причастиями? Возьмем предложение Я проголосовала за мэра города, который мне нравился И сразу вопрос Вам нравился кто? Город или мэр? И именно поэтому нужно всегда следить, чтобы в речи, когда вы используете причастие Оно было присоединено именно к слову, которое вы определяете Я уверена, что многие из вас хотя бы раз в жизни начинали учить иностранный язык И пытались на нем говорить Какая у нас есть проблема, когда мы говорим на иностранном языке? Мы постоянно в голове думаем, что мы говорим Нам очень сложно выражать какие-то идеи без подкрепления их постоянным мыслительным процессом Как нужно сказать, какую грамматическую конструкцию использовать Правильно ли я согласовал все по временам Но в русском языке мы этого не делаем Потому что это наш родной язык Мы как-то естественно выжимаем из себя слова Все происходит достаточно спонтанно, просто и без проблем И на самом деле, чтобы речь на родном языке была грамотной В процесс выражения своих мыслей нужно еще и думать Что ты делаешь и как ты это делаешь Например, когда я сейчас снимаю это видео Помимо того, что я просто от себя что-то говорю, что у меня находится в голове Я параллельно пытаюсь запомнить С чего я начала предложение, чтобы закончить его адекватно Чтобы я могла произнести ту самую толстовскую фразу Растянутую на 3-4 строки И не запутаться в ней сама Потому что когда человек сам в ней путается Это очень грустно и это видно другим Поэтому в следующий раз, когда вы будете с кем-то общаться С кем-то из семьи, со своими друзьями Попробуйте контролировать, как вы строите предложения И попробуйте использовать не простые предложения Состоящие только из подлежащего и исказуемого А постепенно добавлять какие-то обороты Не нужно это делать, как опять-таки Лев Николаевич Толстой Наворачивать непонятное количество слов, фраз, выражений В одно предложение и растягивать его на целый абзац Просто попробуйте добавлять чего-то нового, интересного в свою речь И при этом контролировать, как вы это делаете И когда вы привыкнете к такой ситуации, когда ваш мозг запомнит Что здесь больше одного предложения, в котором есть больше одного смысла Вы не заметите, как будете постепенно переходить на более комплексные структуры в речи И ваша речь будет звучать грамотнее В речи нам еще очень важен вопрос скорости Потому что мы хотим говорить быстрее Нам кажется, что это покажет то, как хорошо мы можем выражать мысли Но скорость на первых порах очень часто является, наоборот, противником вашего успеха И если вы хотите выстроить грамотную речь, нужно немножко замедлиться Я от природы быстро говорю, и я думаю, вы могли заметить это по многим моим видео Поэтому, если вам некомфортно, вы можете ставить просто на скорость 0.75 в проигрывателе на ютюбе Это решает все проблемы Возможно, вы относитесь к типу людей, которые очень хорошо пишут И у которых прекрасные эссе, замечательные предложения Но почему-то с речью вас не все так хорошо Нужно понимать, что письменная и устная речь это не одно и то же Вы можете быть замечательным писателем и журналистом Но при этом в плане устной речи у вас все равно будут какие-то проблемы И моменты, которые вам нужно будет прорабатывать самим собой И это нормально И любая письменная речь отличается от устной Именно поэтому нужно пытаться найти тот стиль речи, который вам будет близко И это может относиться как устной, так и письменной Я очень люблю разбивать по-странному предложения И за это я очень часто огребала во времена, когда я пыталась поступить на журфак Все преподаватели на факультете журналистики МГУ говорили мне, что я пишу не так, плохо, нет идеи, ничего И очень все вообще отвратительно Но закончилось все тем, что я с прекрасным успехом веду свой блог И все так же пишу теми же разбивками Делаю это, наверное, так же отвратительно для них, но при этом пытаюсь передать свою идею В речи, если я не снимаю вот такое разговорное видео У меня все выглядит примерно так же Моя устная речь также делится на определенные части, которые мне удобны Которые для меня являются привычными И очень часто люди, которые читают меня в инстаграме, говорят, что Вот я вижу текст, подпись к фотографии, и я читаю их твоей интонацией Я читаю их твоим голосом Это все потому, что в устной речи нам также важно проецировать все знаки припинания Которые мы видим на бумаге В интонации, которые мы включаем в свое высказывание Без интонаций, без остановок ничего ясно не будет Вы не сможете донести свою мысль, потому что когда вы говорите вот так Вот вообще ничего не ясно, где здесь запятая, где здесь точка с запятой Вообще лучше поставьте это на 0,5, потому что на 0,75 это вообще ничего не понятно Я не знаю, что это сейчас было Когда вы отделяете слова в предложении Когда вы отделяете части предложения Речь становится ясной И старайтесь практиковать этот метод Постарайтесь подумать, как можно логически разделять вашу речь на небольшие кусочки Чтобы человек, к которому вы обращаетесь, мог ее воспринять А не услышал ее так, как вот то, что я сейчас вам произнесла В одно непонятное слово или предложение Вообще я даже сама не знаю, что это Еще один совет для обогащения речи Это вещь, которая вошла в мою жизнь в очень далекие времена Когда я пыталась писать интересные рассказы По своим любимым пэрингам, назовем это так Хорошо, я назову это фанфики, окей, файн И когда я находила каких-то авторов, которые мне очень нравились И я видела, как они пишут И я хотела писать так, чтобы вот прям за душу брало Я издевалась над словами, как только могла Я их собирала в такие конструкции, в которые нормальный человек не соберет Я делала такие метафоры, с которых, возможно, мне сейчас будет странно Но впоследствии, пересчитывая какие-то предложения и фразы, которые я писала пять лет назад Я понимаю, что это было круто И даже сейчас я самой себе завидую Мне кажется, я больше это не повторю И издевательство над языком в локальном смысле слова Исключительно для вас самих Это то, что дает вам прекрасную возможность Посмотреть, как этот язык может работать И найти какие-то интересные конструкции Которые вы включите в свою речь И которые впоследствии станут вашими фишечками Я хочу сделать акцент на том, что сейчас я говорила исключительно про речь Которую мы пользуемся для общения с близкими С друзьями, либо просто с людьми Я не говорила о публичных выступлениях Публичные выступления — это вещь очень интересная Я их безумно люблю И мне нравится писать тексты, через которые я пытаюсь донести свою идею до других Впечатлять людей, удивлять людей Какими-то конструкциями, риторическими вопросами И любыми техниками, которые можно включить в этот текст Во-первых, когда дело касается речей Помимо всего, о чем мы говорили с вами сейчас Стоит помнить, что ваше высказывание должно быть завершенным У него должна быть кольцевая конструкция То, с чего вы начали, должно являться завершением Иначе это будет оборванное высказывание Незаконченное выступление И это не произведет на людей впечатление Риторические вопросы Это то, что я очень сильно люблю Особенно мне нравится в английской речи их вставлять в свои выступления Когда у меня на паре есть задание подготовить какой-то спич Я их часто использую как завершение своей речи в качестве открытого конца Либо как способ привлечения внимания людей в самом начале или где-то в середине И я стараюсь это делать максимально естественно Чтобы люди по интонации поняли, что здесь есть вопрос Здравствуйте, вам тут вопрос задают А потом они вас осознали, что это риторические вопросы И отвечать на него не надо Пока сидела монтировала это видео Вспомнила два примера речей, которые я делала на английском языке Тема первой была что-то типа Можно ли построить демократию в России И я начала с исторической перспективы Привела три исторических периода, которые были в истории Это Российская империя, Советский Союз И то, что происходит после распада Советского Союза Я закончила как-то так И я это произнесла с хорошей интонацией И это очень впечатлено мою преподавательницу И она меня очень сильно хвалила за это Потому что речь выглядела законченной И она имела смысл А вторая речь тоже была Что-то связанное с Россией Я не знаю, почему все речи, которые нас заставляют делать на английском Связаны с Россией То, что России нужен авторитарный режим Да или нет Это была отсылка к сталинскому времени К Ивану Грозному К жестоким правителям и все такое Я начала с того, что я назвала Россию Mother Russia Потому что, ну, матушка Россия Так иностранцы называют ее даже Mother Russia И я закончила тоже какой-то риторической фразой Типа Или что-то типа того И это тоже было очень классно Мне сама понравилась, как я это сделала И это то, что оценили другие ребята в группе И то, что оценила моя преподавательница Поэтому риторические вопросы очень хорошо работают Говорю из своей практики Ну, я еще и обожаю всякие метафоры И непонятные описания, непонятные сравнения Я спонтанно не смогу дать никакого примера Потому что сейчас в голове у меня пустовато в этом плане Но в целом мне очень нравится проводить какие-то параллели Которые обычно ты не проводишь в речи На самом деле, если повспоминать Можно прийти еще к каким-то советам Касаемо публичных выступлений Но начала я это видео о том, как попытаться выстроить свою речь более грамотно И, кстати говоря, более грамотно Пожалуйста, не используйте двойные сравнительные степени Нельзя говорить более грамотнее Более лучше Конечно, вы можете это делать Никто вам этого не запретит Но для грамотной речи нужно использовать один вариант Либо более хорошо Что это звучит не очень естественно для русского языка Либо лучше И так работают как со всеми наречиями, так и с прилагательными Превосходная степень не может использоваться со словом самый Самый лучший это то, что вошло в русский язык И то, что на самом деле в корне неправильно Потому что лучше он и так уже в максимальной степени Самый величайший такого тоже быть не может Потому что величайший из-за своего суффикса Уже является превосходной степенью Я пыталась на самом деле на этом закончить видео А тут зацепилась за вот эти вот Две распространенные ошибки Которые и я сама иногда допускаю Но стараюсь с ними бороться И люди очень часто допускают Если вам понравилось это видео Если оно было для вас полезным Вот там вот внизу вы можете его оценить Где-то там внизу вы можете подписаться на мой канал Для того, чтобы понимать о каких постах я говорю Подписывайтесь на мой инстаграм Я там пишу о своей жизни Об учебе, мотивации, политике Обо всем, чем только можно Укладываю истории И делюсь всем, чем могу с вами А пока что спасибо большое за просмотр И до встречи в следующих видео Пока-пока Я даже камеру снесла Боже, Арина Хватит пить кофе Арина, прекрати Хотела сделать как Джеймс Чарльз У меня не получилось Так сказать